Появление по краям, видите, вот такой прозрачности, для меня означает, что пора переворачивать. Двух баклажанов вполне достаточно, чтобы сервировать хороший праздничный стол. Приветствую вас, уважаемые друзья! С вами канал с Дедом за обедом и я, Александр. Готовите баклажановые рулеты и не знаете, как удивить гостей? Замените обычный сыр на творожный сыр. Творожная нотка придаст новому блюду пикантности и более нежный вкус. Такими рулетами украсить праздничный или новогодний стол будет очень-очень даже кстати. Давайте готовить! В состав рецепта входят баклажаны, творожный сыр, у меня рикотта, чеснок, грецкий орех, укроп, помидоры, либо свежие, либо вяленые, майонез, салатные листья, петрушка, листья салата для украшения, соль по вкусу. Первое, что я сделаю, порежу баклажаны на языки толщиной 5-7 миллиметров, не толще. Так баклажаны лучше прожарятся на гриле. Почему я их режу тонко? Ответ простой. Я не буду их запекать. Баклажаны резать и выкладывать буду частями, чтобы можно было сразу их немного подсаливать. Баклажаны порезаны и подсолены, убираю их пока в сторону. Теперь самое главное, подготовить правильную начинку. Рикотта подсаливаю и немного перемешиваю. Через пресс выдавливаю чеснок. И заметьте, чеснок я не режу ножом, а именно пропускаю через пресс. В этом рецепте они нежелательны, ибо термической обработки не будет. Втираю чеснок в сыр. Далее греческие орешки. Их можно порезать, их можно истолочь в ступке. Я поступлю по-другому. Использую блендер, чтобы сделать средний помол. Грецкие орехи тоже готовы. Отправляю их к сыру. И хорошо перемешиваю. Далее очень мелко крошу ножом укроп. Укроп готов. Отправляю его в сыр. Зелень укропа нужно также хорошо вмешать. Друзья, видно, что начинка получилась у меня, видите, очень густая. Поэтому, чтобы ее разбавить, я добавляю майонез. Всего одну столовую ложку. Перемешиваю. Вот таким образом она стала немного мягче. Начинку пока можно оставить в покое и перейти к обжарке баклажанов. С небольшим добавлением растительного масла на разогретой гриль-сковороде можно использовать обычную сковороду. Обжариваю баклажаны. Сначала с одной стороны, потом с другой. Примерно 3-4 минуты с каждой стороны. Появление по краям вот такой прозрачности для меня означает, что баклажаны пора переворачивать. Еще 3 минутки. Симпатичный рисуночек получается. Ну и все, баклажаны готовы. Остальные баклажаны обжариваю точно таким же образом. Помидоры в рецепте использую как свежие, так и вяленые. Крупные кусочки вяленых помидоров порежу на части. А свежие на кольца. Толщиной примерно 5 миллиметров. Это у меня еще летний урожай. Начинка готова, осталось просто завернуть рулетики. Плату баклажан. Узкой частью к себе. Пару колечек свежих помидоров. Далее столовая ложка начинки. Я люблю делать все руками. Просто для эстетичности перед вами выпендриваюсь. Зачем? Заворачиваю баклажан в рулет. Такой симпатичный рулетик получается. Теперь заверну рулет с вяленым помидором. 2-3 кусочка помидоров. Вот так. И столовую ложку начинки. Все таким же образом. Размазываю. И заворот. Все очень и очень просто. И рецепт очень простой. Из двух баклажанов я накрутил 16 рулетов. Далее для полной пропитки отправляю рулеты в холодильник на 3-4 часа. А еще лучше на ночь. Двух баклажанов вполне достаточно, чтобы сервировать хороший праздничный стол. Благодаря творожному сыру или рикотте рецепт получается очень сытный. Уверен, что вы нисколько не пожалеете, если такая закуска появится на вашем новогоднем столе. Приятного аппетита! Спасибо, что были со мной. Если рецепт вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Желаю вам прекрасного настроения, крепкого здоровья. До скорых встреч!